Мы сейчас находимся, в общем-то, неделю перед Песохом, на второй день Песоха начинается у нас отсчет Омера, наш путь к воплощению Торана на Ганес-Инай. И я хочу сегодня немножко коснуться нескольких вещей, которые, мне кажется, здесь важны. Мы не раз говорили на наших уроках, что наш народ получил освобождение, выход из Египта, освобождение египетского рабства как бы в рассрочку. То есть у нас не было заслуг выйти из Египта, но была заслуга потенциальная, чтобы примем Торан на Ганес-Инай. И ради этого Всевышнего нас вывел из Египта, вопреки всем обычным законам управления этого мира и более высоких миров. Вообще-то говоря, наш путь, наш путь, назовем это так, с начала месяца Ниссан до 4-го года Синай, он весь реально связан с нашим внутренним очищением. То есть шаббат Агадоль, который был сегодня, великий шаббат, который был сегодня, день, когда наш народ взял ягненка и козленка, который был идолом, египтян, привязал к себе кровати, чтобы готовить его на пасханную жертву. Много раз говорили об этом, что это взять египетского идола и его кровати просто привязать. Это была большая внутренняя ломка нашего народа, который был, к сожалению, пропитан уважением к его поклонству и сыгранному поклонству. Поэтому вместе сказано в Торе о том, что взяли этого самого ягненка или козленка. Там говорится, в частности, о том, один из комментариев, что мишку, там, мишку цон, там говорится, что это мишку буквально потянули. Есть один медрад, что-то говорили, что мишку, чтобы вы оттянули себя от этого поклонства. То же самое. Хамед, как известно, книги Зона, книги Зона приводит. И то, что мы остерегаемся даже мельчайших крошек хамедса, потому что хамедс это эритическое воплощение дурного начала, в особенности в Пейсах. Поэтому в Пейсах нам надо остерегаться от хамедса даже минимально. Даже минимально. То же самое, что наш народ делал обрезание при выходе из Египта. Это было брать с себя то место очистить, то место, которое испортило, испортило грех Адама. То есть, по-моему, еще-то весь подход к Пейсаху. К Пейсаху. Это вопрос очищения. Далее, если мы говорим, следующий этап это отсчет омера. Отчет омера начинается на второй день Пейсах. Я могу сказать несколько слов, некоторое объяснение, почему на второй, а не на первый. То есть, реально отсчет омера – это отсчет от приношения жертвы омера, приношения омера, до шивот. И поэтому пишут очень хорошие слова Хинух, мы там ни разу в этом писали, что основа нашего народа – это Тора. И наш народ устремлен к Торе. И как человек, который ждет великого события, он отчитывает дни, как невеста и жених отчитывают дни перед свадьбой, так и наш народ отчитывал дни, чтобы без земли голосовать за Торы. И об этом это приводит ран в Масэгат Псахим в конце, приводит мидраж, приводит мидраж, что наш народ еще не получил только заповеди, отсчитывал счет омера от выхода из Египта до получения Тора на горе Синай. Это рана Масэгат Псахим, просто будучи устремленным к этому великому дню. Масэгат очищение от одного уровня скверной и наоборот поднятие на один уровень святости. Мы читаем в нашей индивной главе Мецойро об очищении Зава, это мужчина, который стекает не семя, а нечто другое, и женщина, Зава. Есть там такой аспект, сегодня все знают этот аспект, так называемый Шеванеким, семь чистых дней. Чтобы было возможно очиститься в водах Миквы или родника, требуется, чтобы до этого кончилось истечение. И у мужчин, и у женщин кончилось. Семь дней были чистых семь дней. Наш мудрецы в книге Зоор сопоставляют семь дней недель отсчета омера с каждой недели одному днём очищения. Я на основании этой аналогии позволю сказать следующую вещь. Почему начинают они с первого дня, а со второго Песоха? Есть такое понятие «эвсектоарам» надо прекратить в чистоте. Раньше прекратить, чтобы не было ничего, а потом только 7 дней. Первый день Песоха для меня объясняют это как «эвсектоарам». Есть только одна вещь, где я просто сейчас поговорить. И тут это вещь, которая всем нам требуется очень-очень усилиться, потому что тут нас бьёт дурное начало, извините за выражение, накладёт и нокдаун, и нокаут, на лопатки. Где нас бьёт дурное начало? Оно бьёт нас внутри, тем, что мы теряем устремление, мы теряем живость устремления к Торрю, к Всевышнему. Знаете, эта вещь, она очень принципиальна. Человеческая душа называется Хелеков Камамар, буквально частица Божественного. Смысл в том, что каждая часть стремится к его источнику, к его целу. То есть желание прилипеться к Творцу, оно является самым естественным влечением человеческой души. Самым естественным, что такое может быть. Но у нас есть проблема. У нас есть проблема, это когда мы погрязаем, когда наша дружба спускается в этот мир, в этот мир мы погрязаем всевозможным материальным, всевозможных проблемах и перепитиях и устремлениях мы погрязаем в устремлениях этого мира, то место для устремления к чудо-духовному, место, чтобы действительно устремиться к Толик, Всевышний, может быть. Это единственное, что у нас есть по-настоящему и то, что является. Это наша жизнь. И только это наша жизнь. И все остальное это не жизнь, это суррогат. Это наша основная проблема. Эти вещи, можно говорить много очень слов, но если мы эти вещи не чувствуем, у нас есть проблемы, так как мои слова не помогут. Могут помочь просто разобраться в себе и понять, где у меня да, есть такое стремление и что ему мешает и как я могу эти помехи снять, как я могу восстановить в себе то, что естественно есть у каждого из нас. и это в большом счет это есть. Мы погрязли в этом мире и ощущение всех проблем этого мира. Наш мир это действительно такое страшное египетское царство, это изгнание души в нашем материальном мире. Мы погрязли в плоских удовольствиях, погрязли всевозможных современный мир, то есть я бы сказал так, современное обличие дурного начала, оно у нас окружает со всех сторон всевозможными соблазнами. Помню, видел, что от имени Ропинку сопроводили, что еще был ужас Америки в те времена. В Америке было 80 видов мороженого. Человек может превратить жизнь на попробуем все виды мороженого, все виды бисли, все виды чипс, все виды это вот. Есть в мире что делать. Есть в мире что делать. И такой вкус, другой вкус. Я открою просто одни очень резкие слова Хвата Лобовод. Я не достойный говорить, помните правильно, но просто то надо его учить. Пишет Хвата Лобовод, обязанности текстов. И мы находимся в тяжелейшем плену и визгнании визгнании в нашем окружающем нас материальном мире. И нам надо это время пробудить себя, пробудить себя, очиститься, устремиться, устремиться к истинной жизни. Мы просто поймем, когда рабочий Хайблуцатов в 10-м Шарим говорит о том, что близость к Творцу единственное, что есть хорошее. Все это шавнит, все это щита. Щита. Он говорит о следующей вещь, что в мире есть очень много перегородок, отделяющих нас от Творца. О чем он говорит? Он не говорит о нарушениях за предактор или мудрецов. Это не его тема. А эти перегородки это материальные страсти и вожделения. Это есть перегородки, то, что отделяет нас. Более того, мы эти вещи просто поймем. Мы должны нацелить себя в получение Твора на Горесий Най. На Горесий Най каждый еврей достался быть на какой-то момент на два момента. Быть как бы на уровне Машер Абейна, когда нам Всевышний огласил первые два лечения, это уровень постижения Плодичства Машер Абейна. Сказано, что души на что-то не вышли из их тел, заново были возвращены, не могли это вынести. Говорят наши мудрецы, об этом очень подробно говорит Архай Макадош, что чем отличалось пророчество Машера Абейну от других пророков, что была причина этого. У Машера Абейну его материальное битие не отделяло его от Творца, поэтому он постигал пророчество, что называется Аспакулярия Майера, как через ясное зеркало. А другие пророки, их тела, они были теми преградами, которые, мы сказали, так, затуманивали это постижение, затуманивали его. И еще от вещайших людей, которые были пророками, это не говорится о нас, так сказать. О нас вообще как-то где мы находимся, это Ашемишмору Яциль, это просто что-то другое. И я еще просто поняли одну вещь, нам надо пробудить в себе жажду к духовному. И у нас реально нет возможности кроме одного. Знаете, искать человека сегодня, который находится, живет в этом материальном мире, бросит все, стремится к духовному, посмотрит это почти как басни Крылова Мартышки А Мартышка и очки. А где духовное, куда его одеть, сюда, туда, где оно находится. Вот мороженое, оно в магазине, в холодильнике. Бишли и другие вкусные вещи, они на прилавке. Самые лучшие мейкшерами, пожалуйста, в Радисово, не в Москве. Радисово, самые лучшие мейкшерами. А вот что делать с духовностью? И тут нам сказали наши молодецы следующую вещь, вторую. Сказали так, попробуйте на вкус и почувствуйте насколько хороша близосторство. Я напомню эти вещи, эти вещи очень запали мне в душу. В этой неделе Дерцетера в фильме Шамфинкуса, который сошел 15 лет тому назад. он как-то сказал об этом так. Что нашептывает дурное начало парню, который пришел учиться? Он нашептывает ему так, ты хочешь учиться, это не у меня. Хочешь молиться, это тоже не у меня. Ты хочешь получить довольствие от жизни, он говорит ему, это только у меня. Только у меня. давайте вещи поймем, что утверждает дурное начало. Оно говорит, что ты хочешь, он говорит нам, ты живешь, так говорят, нерелигиозно, один раз, хотя получил удовольствие от жизни. Я помню, когда рассказывал об этом в Пинклус, он начал просто буквально не говорить, а было некоторое речание. Это самое великое ложь дурного начала. Нет удовольствия, как истинное занятие торой, нет удовольствия, больше истинная молитва, нет удовольствия, как истинная симхат митцва, заповедь радости, как свадьба, как симхастойра, какие-то другие вещи. Нет, нет больше радости. И вот тут насломит дурное начало, оно нам нашептывает, что ты хочешь петь удовольствие, пожалуйста, мороженое, ну, начинается с незапретных, не только запретных, но истинная, есть много незапретных, то это, это, нам надо знать, что им ответить. Нам для этого раньше сами-то понять. сказано, что тому уроки того, что надо попробовать радостью, достоиться радости и в торе, и в других добрых делах. Начать с того, что научить получать. Нам надо, говорят по-русски, клин клином вышибают. Нас соблазняют дурное начало радостью, радостью, радостью бренного, пустого, ничтожного, материального мира, надо противоставить ему радость торе, радость молитвы, радость ближества Творцу. Как? Только если мы это попробовали и ощущали удовольствие от этого. Я говорю, есть русская поговорка замечательная, клин клином вышибают. Нам надо научиться, я говорю, совершенно четко, человек хочет делать по-настоящему, делать чего, вернуться к Творим свыщему, пусть поработает над собой, помолиться, удостоиться, иметь радость от учебы, почувствовать сладость в изучении тоже такое, что он нигде заплачить не может. чему-то вещи просто объяснить. Не просто некоторое удовольствие, были соображения, а что лучше, порция мороженого еще, или еще 15 минут поучиться. Чего-то взвесленнее, что подумает так, подумает так. Я не рассчитываю в виду. Истина должна быть такая, что человек ощущает, что когда он учится, это жизнь, когда он не учится, это не жизнь. Это не жизнь. Это то, что называется жизнью. Это некое условное название. Это истинное определение жизни. Что такое жизнь? В наших телах присутствует наша душа. Истинная душа нашего рода это Всевышний. Как он может быть с нами? Мы занимаемся которым, он с нами. Поэтому когда мы не учимся, это не недостаток. Это отсутствие жизни. Отсутствие жизни. Это нам надо просто рассказывать. Зачем это может послушать? Но как-то вещи высокие, интересные, но ему это не говорит. Он этим и так не живет. не так он не живет. А тут надо воспринять не головой, а воспринять нашими сердцами, нашим духом, чтобы наши тела, наше материальное естество потянулось к Торе, потянулось к удовольствию духовному. Надо найти наши тела, они соучастники нашего служения Творцу. Они наши соучастники, они у нас не просто в оппозиции, наши соучастники. Надо дать нашим телам ощущение радости и удовольствия, радости жизни и полноценной жизни, когда занимаемся Торой. Это основное. Спасибо. 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 кто-то пока этого еще не достиг, хотя бы головой он там в состоянии это понять, то пусть молится и плачет, чтобы Собисище даровал ему возможность почувствовать вкус и сладые занятия Торой. просто ощущал, что него не хватает жизни, не хватает. Хочу коснуться еще одного аспекта. Я сегодня покороче, все заняты. есть для меня некоторое ощущение замечательное, которое я ощутил очень много лет назад, когда я проводил пасхальную году. Мы сейчас приближаемся к Песуху, потом отчеты Омвера, потом к Шевроту. Мы говорили, что на Шевроту наш род весь состоит перед Всевышним, уже стоит постичь первые два решения. Все были на уровне проще того, что Рабейну. Мы даже не представляем, что такое вообще. И нам надо понять великий переворот, который произошел. И ситуация, когда мы были на уровне 49, уровней скверной при выходе из Египта, подняться на 49 уровней святости во время отчета Омвера, это величайший переворот. Эти дни и подготовка к Песуху, и Лель-Седр, пасхальная ночь, и потом дни Омвера, это все дни, когда мы можем перевернуться, чтобы подняться под достоинство Торы на более высоком уровне, и почувствовать действительно вкус жизни. На днях очень одна вещь разозлила. Я просил детей купить мне бутылку колы, чтобы спать не хотелось. И просит бутылку колы. Там написаны такие слова. Там Хаим вкус жизни. Я сразу сорвал эту наклейку. Там Хаим вкус жизни, он не в коле. Он не в коле. И нас окружают эти надписи ощущения, что там Хаим вкус жизни находится. коле, в мороженом, в пицце, еще в каких-то разных вещах. Есть много всевозможных. Это называется Там Мая Хаим. Это Там Хаим может подходящий на уровне кошки и собаки. Конечно, кости находят в мусорнике, для них действительно Там Хаим, вкус жизни. Я в этом не сомневаюсь. Но у нас не там должен быть Там Хаим. Не там. И это эти вещи, которые нам кажется, что мы сейчас приезжаемся к Песоху, мы приезжаемся к началу трудов над собой расстроиться заново, очень другое, на Грессина. Это те вещи, которые надо хорошо воспринять и устремиться к учебе. Кстати, говоря, я тебе еще одна вещь. Ну, если говорить по большому счету, то вроде бы дни отчета омера это не дни, когда именно учеба, не подготовки к получению ТОР. Но принято в наших святых ишимах это время очень напряженного вичом. Есть хорошие ишимы, когда от начала месяца яр, допустим, что вот многие хорошие махури даже не появляются домой. Непрорывно. Казалось бы, надо наоборот, не учиться, меньше учиться, больше заниматься мусаром, уже себя, так сказать, исправлять. Я бы сказал, вот что правило, миноги строят обычные народы Израиля это ТОР. Потому что мы сегодня говорили, это можно прекрасно понять, потому что наша самая основная проблема захотеть удостоиться ТОР. Мы всегда этого хотели всеми фигурами нашей души. Как это можно захотеть, если мы почувствуем вкус ТОР, почувствуем вкус жизни Таам Ихаим находится в нашей ТОРе, в нашем служении Дворцу, когда мы это почувствуем, когда это будет нас греть, это будет огонь, который в нас войдет. Это горение, горение это то, что нам поможет избавиться всего остального, отбросить от себя всю щиту и то, что больше, чем многие занятия мусаром. Стала очень важная вещь. Мы уже говорим об этом, я хочу просто рассказать две вещи. Одна у меня когда-то была история, когда мы еще жили в южном городе Афаким, я там расстался учиться своими великими жителями. И у меня было намерение переехать из Афаким в Иерусалим, чтобы учиться святой Ишиве мир. И я как-то пытался это сделать, тогда уже осталось свою неделю жить, неделю, может, 5-6 дней, тогда он еще не был главой Ишивы, потом стал великим главой Ишивы в Рассонце Финкера, жил у него дома, несколько дней, потому что вещей, которые он делает, еще не понимая, насколько это великий человек. Но как-то мне дело не пошло. Я вернулся обратно в Афаким, пришел саму учиться Рабхайм Кабилу, сказал ему, я чувствую, что мне раньше работали над собой, исправлять душевные качества, то, сё. Ну, я отмахнулся. Теперь понимаю, почему. Он прекрасно понимал, что мне надо исправлять душевные качества, это было очень дорого к совершенству. Но нужны вещи до этого, надо прилепиться к жизни. Понимаете, даже есть понятие в мире Торы мусорическая ишива, что это значит? Были ишивы, которые не имели контакта прямого с движением мусора, учеников Бесоса Рантера. Были ишивы, камениц Борбера. Еще места, которые не были последствиями движения мусора. Но были места, которые, да, они были построены учениками и наставниками, которые были учениками Рантера его учеников. Допустим, дальше и Шват Слободка, и Шват Мир, другие, другие. Но даже в этих местах все-таки в основном занимались Торы, а не мусоры. Именно Торы. И по-настоящему великие места Торы, которые были в рамках этих самых так называемых мусорических ишив, они вырастили великих в Торе, а не просто великих мусарь. Великих в Торе они вырастили. Потому что величие в Торе это все. Когда человек живет Торой, дышит Торой, ему снится Тора, когда идет спать, когда то, что его интересует, он приправится к Торе, то даже небольшие капли мусора помогут ему стряхнуть в себя всю пыль и грязь дуры, душевные качества льда. А если этого не будет, то это очень-очень тяжкая работа. Есть была одна история. Перед началом Второй мировой войны был большой съезд движения Град Исраэль в Европе, в котором выступал глава суда Суда Тори Поновича, Иосиф Канема, который в итоге основал в Рецестрове Иосиф Иопонович. Он привел там очень такую хорошую притчу. Есть очень, я не знаю, не помню, я думаю, что павлинь. Представляете, павлин, когда павлин чистый, красивейшая птица, которая пускает свой хвост и так далее. Просто это видно красота божественного творения. Представляете, себе самый павлин весь в пыли, весь в грязи, весь наденем досохшая грязь. Ну, есть способ, как с этим бороться. Можно взять зубную щеточку, поперушку и щетку работать. Работа, который не пощатый край. А есть способ другой. Надо павлина пробовать к жизни, чтобы он встрепенулся, начал взлетел, начал мазать крыльями, то все это пыли с него уйдет. И уйдет. И он так оценил ситуацию нашего народа перед катастрофой, что ну, это страшная ситуация, в смысле духовная ведущаясь, не вопрос, знаете, антисептизм в Европе развел свой источник, его было безусловно на нацизм. Это внешняя вещь, внутренняя причина, было очень тяжелое состояние нашего народа. Об этом говорил Гаврил, говорил полный Вечерова и Севканома. Если наш народ стрепенется, как павлин, против себя всю бренность чуждых идей, чужой грязи, чужой пыли, то все остальное место, если он не желает встрепенуться, не желает летать, мы думаем, если мы соберем сейчас будем змыть щеткой, очищать каждое перышко, это работа, которая у нас. В чем наша проблема? Надо проснуться. Есть замечательные слова, которые не всегда люди на вещи обращают внимание. Есть такое понятие тава, вожделение, вожделение, страсть, желание. Помните, как начинается книга Датвуно Трамхада? Я не помню, что говорит душа, разуму, тава, тива, рацани, моя жажда, мое вожделение, мое желание, фактически это вещи в духовности. Рамхал не просто так упоминает слово тава. Источник это в Тилим, там есть места, где говорится, что тава, когда касается именно вещей духовных. Когда мы говорим тава, это вожделение, это страсть, это желание, обычно вещей, когда человеку не хватает, он жаждет этих вещей. Есть у нас у нас заложено это тава, это жажда, это слово вожделение, оно некрасивое, я хочу именно его употребить, это вожделение, прилепиться, приобщиться к духовности. и нам надо пробудить себя, это самое вожделение, это желание, это предупреждение к духовности. Значит, мы его можем пробудить, а как мы можем пробудить его? Тем, что мы его разбудим, разбудим его. Когда мы почувствуем вкус в Торе и так далее, мы пробудим себе эту страсть. Говорят, что кто-то любит деньги, он никогда не просвещается деньгами. Хоть у него есть миллион, захочет два миллиона, хоть будет два миллиона, захочет десять. Сказали, что Торе то же самое. Человек, который расставился Торе, он хочет еще. Есть только одна принципиальная разница. Человек, который всегда, когда еще деньги, то, что этого не радует, его не радует, только то, что его еще нет. А в Торе это не так. Когда человек радует, что у него есть, просто хочет еще, но он радует тому, чего у него есть. Желаю вам хорошего подготовки к присоху и действительно достоинства хорошего Седера. Это подарок свыше Всевышнего. А потом, после этого, после Седера вернуться к работе, повлить себе жажду и желание достой затовок. Всего этого всего хорошего. Присок кашет в СМХ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...